Сериал вообще тяжкий и стал легендой. Легендой в двух отношениях. Во-первых, его долго не хотели снимать, и никто не верил, что эта история может кого-то увлечь. И там сам процесс, как они делали этот первый эпизод, это целая история. Это на самом деле такой первый сериал, который был снят как большой приключенческий, драматический роман. И в основе этого стоит преображение главного героя. Главный герой — учитель химии, который... Да, второе отношение... Я сразу скажу, то я забуду. Второе, что важно, это то, что... Это первый сериал, в котором убийца, наркоторговец и вообще чудовищный человек на самом деле начинает у аудитории вызывать положительные чувства, симпатии. Вообще Голливуд раньше очень внимательно смотрел на героев и антигероев. И здесь у нас сначала есть герой, который превращается в антигероя. Он превращается в того, в человека, который по меркам общественного обсуждения, мнения и так далее, он не должен вообще так себя вести, убивать людей, крошить какими-то огромными количествами и так далее, варить мед. Ну, короче говоря, это вот такая странная штука. И самое главное, что это антигерой, вызывающий симпатию, потому что как-то где-то создатели сериала настолько сами были... Там же мед был не настоящий, смерть была не настоящая. Поэтому, когда они снимали, они, видимо, настолько вошли во всё вот это происходящее, что им сложно было выдержать главный канон, что добро должно победить зло в наших больших мифах, которые создаются в этом процессе. И вот он как изначально, он иллюстрация когнитивного искажения, которое называется конформность или конформизм, проще говоря. То есть он живёт в такой обыденной жизнью человека, у которого ничего в жизни не происходит. Значит, у него есть больной ребёнок с инвалидностью, у него жена беременна следующим ребёнком, она сама не особенно, как я помню, работает. Он содержит семью на эту, как бы, свою мизерную зарплату, и при этом в школе, ну, то есть он такой, как бы, он подчинился всем правилам. Правилам, которые устанавливаются в школе, над учителями, над учителями, в семье. Вот, значит, и все его долбают, и он совсем с этим согласен. И у него, когда он узнаёт, что у него онкология, что он умрёт, и дальше он начинает понимать вот этот интересный переход. Значит, он должен соответствовать своей роли, да, а роль у него — кормильцы семьи. И дальше вот как их кормить? Так, чтобы заработать на это быстро, потому что ты скоро умрёшь. И он, собственно, превращается в человека, который совершает подвиг преображения. То есть он принимает решения, которые никогда бы сам не принял. То есть как личность, как персонаж, это вызывает в нас невероятную симпатию. Потому что конформизм, он не воодушевляет, он не вдохновляет. И поэтому создатели сериала превращают его в человека, который как бы нарушает все правила. Но дальше они заигрываются. И здесь важно понимать, что когда есть детский мультик такой, как советский, как ослёнок хотел превратиться в бабочку. И гусеница ему посоветовала, что надо делать всё наоборот. И он стал терроризировать свою бабушку и дедушку, делая всё наоборот тем, что они говорят. И вот конформизм, важно понимать, что с одной стороны мы должны соблюдать, как бы с одной стороны плюс конформизма состоит в том, что мы нивелируем таким образом конфликты социальные, но с другой стороны мы никогда не должны забывать, что наше мышление — это не то же самое, что наше социальное поведение. вы можете быть достаточно комформным в рамках социальной среды, в которой вы находитесь, если этого требуют правила этой среды. Но при этом внутри себя, во-первых, вы не должны терять собственной какой-то цельности и, главное, ясности ума. Потому что при принятии решений, если вы будете допускать конформизм, то вы, скорее всего, примете просто неверные решения, потому что они не соответствуют вашим мотивам, вашим потребностям, вашей жизненной ситуации и так далее. Поэтому я, с одной стороны, говорю, нет конформизма, с другой стороны, я говорю о социальных отношениях. Будьте достаточно адаптивными. То есть это не конформизм, это адаптивность. А в рамках мышления с конформизмом боритесь, потому что конформизм говорит, что есть ответы у кого-то. Только осталось узнать у кого. И взять их, и ходить с ними. Если мысль не есть ваша производная, а она с вами просто стырена, а при конформизме, по сути дела, тырем чужие мысли, ее вес, ее значимость в вашем внутреннем пространстве очень маленькая. Вы этого не пережили, вы этого не почувствовали, и вы поэтому не можете чувствовать себя как бы располагающим этой мыслью. Все равно будет фальсификацией мышления. Только когда мысль в вами продумана, в вами действительно разобрана, структурирована, связана с реальностью, вы обретаете силу, которую дает мышление. И это главный урок, который надо извлечь из «Во все тяжкие». Они специально досняли целый сезон, чтобы его убить. Это, конечно, было странно. Они с Декстером произвели ровно ту же самую историю. Доснять ужасный сезон, который невозможно смотреть, для того, чтобы все закончилось правильно. Это, кстати, хороший способ понять, что на самом деле с миром происходит. Мы начинаем получать удовольствие от созерцания успехов нехороших людей и потом прикрываем это фиговым листочком сериала с убийством, сезона с убийством так полюбившегося всем. Сейчас его фамилию вспомню. «Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х». На «Х-» в общем его фамилия. По-моему.